С ножом за лёгкой наживой. Злоумышленник нанёс потерпевшему резаную рану ладони, после чего скрылся. Средь бела дня и при свидетелях. Отчаянный налётчик пытался совершить угон в Услабинске. Мощный удар трое пострадавших. В больницу доставлен двухлетний ребёнок. ДТП в Краснодаре едва не закончилось трагедией. Штрафы повысить, должников задержать. Новые поправки в административный кодекс одобрил президент. Здравствуйте, это «Факты происшествия». Прямо сейчас о том, какие криминальные и чрезвычайные события произошли в крае. Попытка угона под угрозой расправы. Вооружённый налётчик, пытаясь похитить чужую машину, с ножом накинулся на хозяина авто. Нападение произошло на одной из автозаправочных станций в Услабинске на глазах у сотрудников бензоколонки. Они видели, как неизвестный пытается несколько раз нанести удары ножом своей жертве, но мужчина отчаянно сопротивлялся. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что злоумышленник нанёс потерпевшему резаную рану ладони, после чего скрылся. Со слов очевидцев была составлена ориентировка, по которой сотрудники патрульно-постовой службы на одной из улиц города Услабинска задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Налётчиком оказался 27-летний мужчина, житель Геленджикского района. В ходе обыска полицейские изъяли нож, с которым злоумышленник напал на жертву. За вооружённый разбой задержанный стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В полиции сообщили, что на время следствия он помещен под стражу. Серийные воры орудуют на побережье. Жители станицы Анапской не на шутку встревожены и предполагают, что в их небольшом населённом пункте орудует целая банда преступников. Один из них попал в поле зрения камер наблюдения. Ночью, когда местный рынок уже не работал, он взломал продуктовый магазин. Местные жители говорят, что в эту же ночь неизвестные также обокрали парикмахерскую, а недели ранее мастерскую по ремонту телефонов и салон сотовой связи. Не исключено, что это дело рук нескольких человек. Судя по кадрам, в продуктовом магазине воришка ничего не успел взять, испугавшись большого брата. В полиции информацию о взломе подтвердили и заявили, что ведётся следствие. Полёт дельтаплана, который рухнул в Адыгее, не был согласован. Об этом сообщает Белореченская транспортная прокуратура. В ведомстве говорят, что хозяин воздушного судна, который оказывал услуги в день трагедии, не уведомил органы аэронавигации о том, что планируют экскурсионный полёт. Напомню, что несчастный случай произошёл 28 ноября в Майкопском районе. На дельтаплане летели два человека, пилоты, туристка из Сочи, 21-летняя девушка. Они оба погибли. По данному факту, транспортный и следственный комитет продолжает проводить проверку. В Краснодарском крае сыщики разыскивают педофила. Он совершил преступление в городе Пензе. Его жертвой стала маленькая девочка, которую злоумышленник поймал в подъезде дома и надругался. После этого сбежал. Школьница рассказала обо всём родителям. У полиции был составлен фоторобот. Он сейчас на экранах. Следственный комитет возбудил уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении малолетнего ребёнка. Уже почти год по всей стране ведутся поиски подозреваемого. Всех, кто узнал это лицо, правоохранители просят незамедлительно об этом сообщить. Сегодня президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает судебным приставам задерживать должников по алиментам. Об этом говорится на сайте правовой информации. Раньше это могли делать только полицейские. Напомню, что в середине октября эти поправки в административный кодекс были одобрены Госдумой и Советом Федерации. Те, кто отказывается содержать своих несовершеннолетних детей и в течение двух и более месяцев не платят алименты, могут отправиться под арест на 15 суток. Также могут грозить обязательной работой и штраф в 20 тысяч рублей. Судебные приставы теперь будут доставлять должников в отдел для составления протоколов. Сейчас, по данным Краевого ведомства, на Кубани числятся более 30 тысяч злостных неплательщиков по алиментам. В общей сложности они задолжали свыше 4,5 миллиардов рублей. По мнению авторов законопроекта, новые правила помогут повысить ответственность должников, а также разгрузить работу полиции. Также президент одобрил повышение штрафов для водителей, которые не пропускают на зебре пешеходов и велосипедистов. Наказание за это составит от 1,5 до 2,5 тысяч рублей в зависимости от тяжести ситуации или вины водителя. Новые штрафы начнут действовать уже на следующей неделе. И в продолжении дорожной темы. В результате аварии в Краснодаре сегодня пострадал двухлетний ребенок. На улице Новороссийской возле вещевого рынка в мощном ударе сошлись легковушка и газель. Водитель последний остановился на крайней правой полосе. Это отчетливо видно на кадрах, снятых камерами наблюдения. Пытаясь развернуться на дороге с односторонним движением, он не заметил отечественную девятку. Она на скорости протаранила микроавтобус. От удара он едва не перевернулся. По данным ГИБДД края, в этой аварии были травмированы три человека. Оба водителя и двухлетняя девочка, которая ехала в легковушке. На место приехали медики, которые госпитализировали пострадавших. Еще один неудачный разворот на дороге в Краснодаре тоже закончился столкновением. Его запечатлели камеры наблюдения. Наталья Клещева расскажет. Вот что бывает, если пересечь двойную сплошную. Хозяин легковушки на Ставропольской за это наказание настигло мгновенно. Водитель Ниссана решил нагло развернуться прямо посреди дороги. Красный седан затормозить успел, а вот отечественный ВАЗ, увы, нет. По иронии судьбы, чтобы объехать аварию, автомобилистам пришлось пересекать ту самую двойную сплошную. Сотрясение мозга, множественные ушибы и два разбитых автомобиля. Все это результат спешки водителя фургона. Он не стал уступать дорогу встречному потоку машин и повернул. Две полосы мужчина проехать смог, а вот третью проскочить не успел. В него на огромной скорости въехала легковушка. От мощного удара нарушитель потерял управление и машина вылетела на газон. Остановил фургон лишь дорожный знак. С места ЧП автомобили увезли на эвакуаторе. На красных партизан и герцена автомобилисты долго не решались набрать номер дорожных инспекторов, что неудивительно. Нарушили ведь оба. Владелец корейца не стал дожидаться, когда на светофоре загорится дополнительная секция для поворота налево. Другой же водитель попросту мчал на красный. Остановить машины на мокром асфальте оба нарушителя не смогли. Зачем нужно соблюдать дистанцию, надолго запомнит водитель этой черной иномарки. Перед ним на светофоре поворачивали несколько машин. Проехать перекресток успел внедорожник, а вот водитель Шкоды остановился пропустить встречный поток. Нарушитель этого не увидел и впечатался в задний бампер попутчика. Не критично, но неприятно. Проскочить не удалось. На пересечении красных партизан Иваровского проезжую часть не поделили «Шевроле» и «Део». Водитель последний, по-видимому, торопился и не стал уступать дорогу иномарке, имеющей преимущество. Повреждения на лачете, они оказались внушительными. Владельцу возместит страховая компания виновника. А вот нарушителю чинить машину придется за собственный счет. А в Сочи серьезную аварию спровоцировал водитель спорткара. По предварительным данным ГИБДД края, он летел по мокрой дороге и не справился с управлением. Иномарку занесло, и она врезалась припаркованной на обочине кроссовер. Судя по тому, что у обеих машин разбита передняя часть, БМВ вылетела на встречную полосу. Ситуацию на дороге также осложнила плохая видимость из-за низкой облачности. В госавтоинспекции сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель кроссовера. Дорожные полицейские напоминают, мокрая дорога повышает уровень риска попасть в аварию и призывает водителей не превышать скорость. В Крае ежедневно происходят десятки аварий. Некоторые из них серьезные, в которых страдают люди. В таких ситуациях, конечно, нужна квалифицированная помощь. Но иногда нет времени ждать, когда действовать необходимо случайным свидетелям происшествия. Но как правильно оказать помощь пострадавшему в ДТП, чтобы ему не навредить, знают мне все. Сегодня спасатели поделятся опытом. Дорога – место повышенной опасности. Ежедневно на Кубани происходит ДТП, в которых страдают люди. Конечно, лучше, чтобы помощь пострадавшему оказывали профессионалы. Но бывает так, что времени ждать нет. Поскольку существует угроза жизни человека. Очевидцем автокатастрофы может стать каждый. Я расскажу, как правильно помочь пострадавшему. Сначала вызовите спасателей с мобильного телефона 101. Оцените обстановку. Убедитесь, что вашей жизни ничего не угрожает. Смотрите, под машиной пятно бензина. Значит, может быть пожар. Чтобы этого избежать, отключите аккумулятор поврежденного автомобиля. Засыпьте бензиновое пятно с землей или песком. Если спасатели и медики уже близко, то лучше не трогать раненого. Человек может быть зажат в автомобиле. В этом случае понадобится помощь квалифицированных специалистов. Но если угроза жизни сохраняется, есть возгорание или машина может перевернуться. Действуйте быстро. Одна из самых распространенных травм во время ДТП – перелом шейного отдела позвоночника. Поэтому прежде чем извлечь раненого, нужно наложить шину из подручных средств, например, кофты. Оцените ремень безопасности. Если не получается этого сделать, срежьте его ножом. Извлекая пострадавшего, сохраняйте его позу. Лучше не делать этого в одиночку. Позовите кого-нибудь на помощь. Сдвиньте пострадавшего к проему двери. Один из вас должен пропустить свои руки через подмышки раненого. Другой – подхватить его колени, если они не повреждены. Аккуратно достаньте человека из автомобиля и отнесите его на несколько метров от машины. Положите его на твердую ровную поверхность. И ждите скорую помощь и спасателей. На этом все. Далее смотрите «Факты». Я вам желаю удачи и всего хорошего. Продолжение следует...